Когда туда был спущен зон Гюйгенс, он же фиксировал температуру, где-то в среднем минус 210 градусов по Цельсию. О какой воде можете тогда речь? Не на поверхности. Смотрите, на картинке, которую вы показали, у меня просто слегка... На картинке там не вода, там углеводородие. Углеводородие, там и там... Да, хорошо. На поверхности... Поскольку там все-таки органика сильно превалирует над водой, которая может быть небольшое количество, то вопросы возможной жизни, они связаны с какими-то другими способами и с другой возможной биохимической организацией. Есть такие работы, в частности, там слышал Кристофер Маккея. Какие рассматриваются теоретически возможные варианты построения жизни на Титане, на других принципах, чем на Земле? Нет, это лучше читать вот работы этих фантазеров от астробиологии, этого Шульца Макуша. Я думаю, это лучше прочитать его статью. У него есть, да, последний. То есть на основе именно, на основе ацетилена. То есть в качестве окислителя там и вступает ацетилен. Но это очень долго объясняет. Вы сказали, что около 10 тысяч лет идет замерзание. А вот картинка, которая показана, такое ощущение, что там либо внезапное замерзание, либо тоже по принципу Гейза очень долго замерзала. Вот откуда 10 тысяч лет? Ну, хоть чуть-чуть. Я про 10 тысяч лет ничего не говорю. Нет, там русские порядки. А, это на Титане? Это расчеты, да, это расчеты были проведены. Лунином и Артемьевой несколько работ было. То есть это было именно математически рассчитано. А на одну не службу? Куда? Лево, право? Нет, вот. Это же вот, да? Ну, это вот возможный пример ударного кратера на Титане. И вот... Получается, каково? То есть это он врезался и вырвалась вода при поверхности. Минут 220 градусов вам это все замерзнет. Но не 10 тысяч лет. Конечно, я согласен с вами, что там это все разгладится. Вот, разгладится, да. Это все... Это не созадносится с числом. Я вот не оттуда. Вот эти цифры были взяты вот из работы этих товарищей, которые вот... Некоторые товарищи чуть поменьше, но все равно около тысячи лет дают для существования таких именно жидких прудов на полетах. Там ездят там сейчас до 7 километров. То есть это сверху замерзнет, а там дальше... Либо сверху замерзнет, либо они как-то вот будут там вокруг замерзать. Ну, в общем, вот это именно теоретические расчеты. Причем, пожалуйста, какую воду вы имели в виду, когда давали оценку содержания воды на Европе? Воду, которая находится в свободном состоянии на Земле или воду, которая вообще... Потому что вода еще в подобных местах. Да, это вода, которая в жидком состоянии. То есть океаническая вода. То есть океан, пресная вода там. Ну и еще, естественно, ледяная вода. Ну и кресло. Да. Вопрос такой, вот про энергетику Европы, да, то есть как поддерживать океан. Какие там есть новые модели, кроме приливной и токов за счет магнитосферы? Нет, нового пока ничего нет. Именно, во-первых, ядро, во-вторых, приливные силы, да. Но такого основного нет. Их количественных там... Нет количественных? Ну, понятно. Поэтому так и сладко.